Шолохов Михаил Шолохов получил множество престижнейших наград за написанные им книги, в первую очередь за эпос «Тихий дон». Он стал лауреатом Нобелевской, Сталинской и Ленинской премий, а также дважды получил звание Героя социалистического труда. Шолохова И только после смерти Кузнецова женщина обвенчалась со своим возлюбленным и смогла дать ребенку фамилию его подлинного отца. После четвертого класса Шолохов бросил учебу, так как в город Богучар, где он учился в гимназии, пришли немецкие войска. Мальчик вернулся в родной хутор и больше никогда так и не смог возобновить обучение. Когда Шолохову было 15 лет, немцы взяли в плен возглавляемый им продотряд. Подросток был уверен, что их расстреляют, но, к счастью, нарушителей отпустили. Во второй раз угроза расстрела нависла над Шолоховым, когда в 1922 году он работал налоговым инспектором в родной станице. В 1922 году молодого человека арестовали и приговорили к высшей мере наказания за превышение полномочий. Писатель вспоминал, что времена были крутые, и он сам оказался чересчур крут. Шолохов провел два дня в ожидании смерти, а потом его отпустили, заменив расстрел годом исправительных работ. В 1938 году Шолохов едва не был арестован снова. Один из чекистов направил Сталину ходатайство о его аресте. На заключение удалось избежать. Роман Фихидон из-за неоднозначной концовки вызвал нарекания советских чиновников, но книгу лично прочитал и одобрил Иосиф Сталин. Поэтому эпопея была напечатана и имела огромный успех. В годы Второй мировой был утрачен второй том другого монументального труда Шолохова, поднятой Целины. Его пришлось восстанавливать позже. Михаил Шолохов – единственный советский писатель, который получил награду Нобелевского комитета с одобрения властей Советского Союза. Во время получения премии он не поклонился королю Швеции. Однако точно неизвестно, намеренно ли писатель допустил эту бестактность. Недавно выяснилось, что академики подумывали разделить премию между Шолоховым и Анной Ахматовой. Шолохов до самой смерти жил в маленьком домике в станице Вешенской, где появился на свет. Все свои премии он направил на благотворительность, возведение школы, нужды фронта во время войны и другие благие цели. Писатель умер от рака гортани в возрасте 78 лет. Похоронен во дворе своего домика, а не на кладбище. ЮНЕСКО объявило 2005 год годом Шолохова. В честь Михаила Шолохова названы сорт сирени, астероид и множество улиц во всей России. С момента публикации Тихого Дона и до наших дней сохранились скептики, которые сомневаются в принадлежности этого романа Перу Михаила Шолохова. Первая комиссия по проверке авторства эпопеи была создана по распоряжению Сталина. Писатель представил на суд специалистов свои рукописи, которых полностью удовлетворили. Затем рукопись была утрачена и обнаружилась вновь только в 1999 году, дав повод для новых сомнений. За прошедшие годы в России и за рубежом было проведено множество экспертиз, в том числе компьютерных, по свлечению бесспорно шолоховских текстов Тихого Дона. Все они подтвердили авторство Михаила Шолохова. Но споры ведутся и по сей день. Если у вас возникнет желание прочитать или перечитать произведение Михаила Шолохова, изучить его биографию и творчество, добро пожаловать в Центральную городскую библиотеку, в отдел абонемента. До скорой встречи, дорогие читатели! Субтитры создавал DimaTorzok